Ребята там, которые есть, знаёмые, говорят, я хочу в ТРО, ну там неважно куда, в ТРО, в ЗСУ, а я смотрю, ну то есть он там, по-моему, водителем работает, ну то есть немаловажная сейчас работа, это обеспечение тыла, это может быть даже важнее. А второй момент, я не могу понять людей, которые бегут от поездки. В штабах, ещё где-то, люди могут делать всё, что угодно и думать всё, что угодно, но задача взводных, родных, да и просто, как раз, начальников педроизделов, ну даже начальников отделения, батареи, неважно, то есть когда он чётко понимает и знает, у него хорошие взаимоотношения, это залога в успешном выполнении задачи и выживания, понимаете? Можно назвать это стандартом каким угодно, но если у тебя с соседом срака, а ты ему не поможешь и наоборот, то тут не в стандартах дело. Но меня поражают местные люди, когда ты смотришь, у него уже ничего не осталось, ну хата разбомблена, там сарай, но они всё равно за него держатся. Для чего, непонятно. Ну вот, когда мы заходили в село, которое ни наше, ни ваше, то есть ему всё равно где жить, а бы его не трогали. У него нет Украины, у него есть подгосударство, ему должно. То есть для него, ну то есть ему всё равно с кем, как и где. То есть когда свои же эти, односельчане, когда зашла там группа пи***ь, они первым им побежали и сдавают активистов, и их расстреливают. И потом первым делом бегут, делая ленточки, вешают. Ну в Россию пускай едут, куда угодно. Но когда мне говорят, ну в последний раз, когда был в Запорожье, и когда мне продавец говорит, ну всё равно на какой языке я разговариваю. С одной стороны, да. Но после фразы, как чтобы человек был хороший, нет. Нет, дружи, так всё равно про тебя. Ещё это ли пофигу, то это самое страшное. Я уже не помню, кто сказал там про равнодушие, что самое страшное преступление, это по-моему равнодушие. Ну, за цитату не буду. Точность. Но, здесь так. Вот. Недавно, кстати, было интересное интервью. Я, к сожалению, заснул, до конца не досмотрел. Альфа и Омега. Там Лёша Арестович, и как его забыл, пригласили посла Израиля. И вот они обсуждали, типа, все же говорили о том, что Израиль от Украины типа Израиля, и выясняли у посла Израиля. Давай же, ну родное сердце. Чем она отличается? Ну, всё-таки. Там интересные всё-таки выводы были. Я просто для себя с удивлением отвёл, что, оказывается, ну, Израиля, они 70 лет в военном положении. 70 лет, и они живут. Несмотря на весь трэш, и в том, что у них там экономика всё-таки поставлена на военные рельсы, но у них есть высокие технологии разработки и экономика. А страны фиг да нифига. Вот и так, я говорю. Сейчас будут 60-ки работать по *** с ПГ или БЭХе, потому что они просто не решили. А они ж обидчивые твари. Субтитры сделал DimaTorzok